Матвей, Никита, Кирилл и София соревнуются за звание самого большого фаната Бентен всех времен. Герои в бой! Всем привет! Добро пожаловать на шоу Бентен «Сверхсложная задача». Где мы с вами находимся? Друзья, это сверхсекретное подземное место штаб Бена. Вот где! Сегодня суперфанаты, знающие о Бене абсолютно все, будут решать сверхсложные задачи, которые им задаст этот суперамнитрикс. Четверо участников должны доказать, что знают абсолютно все о мире Бена, а победитель с триумфом отправится домой с потрясающими подарками. Приставка Xbox 360 и целым набором призов от Бена. Но это еще не все. Четверо самых отважных победителей, набравших больше всего очков, вернутся в штаб, чтобы принять участие в суперфинале и побороться за всю эту неинопланетную технологию 20 уровня. И, конечно же, за главный трофей шоу Бентен «Сверхсложная задача». Итак, если у нас сегодня смельчаки, готовые решать сверхсложные задачи Амнитрикса, давайте познакомимся с сегодняшними суперфанатами. Итак, поприветствуем наших участников! Привет, ребята! Есть ли здесь суперфанаты? Да! Ну что ж, ребята, в нашем шоу появилась девочка. Соня, привет! Здравствуйте! Скажи, пожалуйста, а правда ты занимаешься гимнастикой? Как ты думаешь, твоя гибкость поможет тебе победить? Да! Да? Ребята, к нам пришло сообщение. Давайте посмотрим на игру. Привет, игроки Серьезного вызова! Добро пожаловать в мой штаб! Вы пойдете по моим стопам одного из величайших супергероев в мире. То есть меня! Удачи! Итак, приступаем к первому заданию. Ребята, сейчас я буду вам задавать вопросы. За правильный ответ вы получаете 10 баллов. Если вы дали неверный ответ, то у других участников есть возможность ответить. В этом случае вы получаете 5 баллов. Как зовут девушку Бена? Дедушка Макс. К сожалению, Матвей, это неправильный ответ. И предлагаю другим ребятам ответить правильно. За 5 очков и... Никита, твой ответ? Джуи. Абсолютно правильно! 5 очков твои. Итак, мы начинаем. Какой из пришельцев Бена хуже всех пахнет? Никита, твой ответ? Жук. Абсолютно правильно! Ты получаешь 10 баллов. Следующий вопрос. У Гвен черный пояс по какому восточному единоборству? Каратэ. Кирилл, ты абсолютно прав. 10 баллов твои. Ребят, вы знаете, что у Бена очень много врагов. Все внимание прямо сейчас на экран. Итак, кто это? Рагнарог. Абсолютно правильно! А, итак, я готов озвучить следующий вопрос. Какой злой клоун крадет у людей счастье при помощи машины? Да, Боже. Матвей, ты абсолютно прав. Ну что же, теперь ключевой момент. Соберитесь. Потому как прямо сейчас я задам вам финальный вопрос этого раунда. За правильный ответ вы сможете получить 25 очков. Все внимание на экран. Что произойдет дальше? Я, Джаред, король пантофага. Давай покончим с этим. Мы привезли тебя Тиффина. Примите мою благодарность за ваши услуги. Извини, малыш. Сначала я вам озвучу три варианта ответа, после которого вы нажимаете на кнопку. Джаред съедает малыша. Второй вариант. Джаред играет с малышом. И третий вариант. Джаред кидает малыша Рета. Ответ. Кирилл, ты был первым. Джаред ест малыша. А давайте посмотрим, правильный ли это ответ. Внимание на экран. Вот он. Правда, он прекрасен. Абсолютно верно, Кирилл. 25 очков отправляется в твою копилку. Ну что ж, ребята, не расстраивайтесь. Все еще может измениться. Но это был последний вопрос первого раунда. Итак, после первого раунда давайте посмотрим на результаты. 55 баллов отправляются Кириллу. Да. 15 очков. И второе место Никита. 10. 10 баллов. И на третьем месте бронза Матвей. Юу. София, не переживай, у тебя есть все шансы изменить ситуацию. Впереди три раунда ответственных. Гумангазавр, отключение питания. Гумангазавр, отключение питания. Ребята, похоже, у нас беда. Пойдемте в энергетический отсек и решим проблему. Побежали. Участники должны показать суперсилу Гумангазавра. Мегаватт навел беспорядок в энергетическом отсеке штаба Бена, отключил энергоячейки и завалил их кучами мусора. Участники должны пробиться сквозь камни и найти ячейки. Нужно заменить все три ячейки в розетках, а потом снова включить энергетический блок при помощи своих кулаков. Но для начала игрокам нужно проникнуть в энергетический отсек, и путь туда есть только один. Через эту стену. Ну что, ребята, вы приготовили свои кулаки Гумангазавра? Да! Занимайте свое исходное место, суперфанаты. Максимальное количество 100 очков получит тот, кто первым восстановит энергетический блок. Три, два, один, поехали! Посмотрите, как легко орудуют ребята этими тяжелыми кулаками Гумангазавра, чтобы пробраться через камни и все-таки найти энергетические ячейки. Мало просто найти эту ячейку, необходимо еще вставить ее на место, иначе реактор не будет работать. Матвей показывает настоящую силу. Итак, посмотрите, София первая справилась с заданием. Она вставила все энергетические ячейки. Ячейки старается так же еще и Никита. Да, справился! Молодец, Матвей! Ты второй! Давай, давай, давай! Есть! У Кирилла получилось! Кирилл! Молодец! Какую силу показала София? Она получает 100 очков. Матвей занимает второе место. Кирилл на третьем. И Никита на четвертом. Отличная работа! 105 баллов отправляются Кириллу! Есть! София заработала 100 баллов. Да! Матвей на третьем месте. У него 85 очков. И Никита, у тебя 40 баллов. Поздравляем! Есть! Вы слышите? Это сообщение от Бена. Давайте его послушаем. Привет! Дедушка Макс все время говорит. Если хочешь быть лучшим, используй не только силу, но и свой ум. И я с ним согласен. Вы все сами слышали. К вам обратился сейчас Бен Тен. Пришло время включать мозги, ребята! Икс-герой нестабилен! Икс-герой нестабилен! Так, если Икс-герой нестабилен, то и нам необходимо справиться с этой ситуацией. Давайте, ребята, за мной! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вселенная в опасности! Агрессор пытается дестабилизировать Икс-героя. Чтобы вернуть ему все силы, нужно, чтобы все три личности Икс-героя, Сирена, Беликус и Бен, были в согласии. Чтобы изменить их настроение, участникам нужно точно настроить эти три неземные сферы. Им нужно провести сферы по лабиринту в отсеке-настройке, балансируя на парящем диске. Итак, кто первым поместит эти сферы в отсек-настройке, тот и получит максимальные 100 баллов. Поняли? Да! Итак, занимайте свои места! Три, два, один, поехали! Ребята, вам понадобится равновесие и самообладание, чтобы управлять Икс-героем. Посмотрите, как борется сейчас Соня! Напомню, она гимнастка, она должна справиться. По крайней мере, мы в это верим. Кирилл, Никита не уступают. Молодцы, ребята! Чтобы провести шары по лабиринту, необходима точность. Ребят, вам понадобится идеальный баланс ума и уж точно тела. Стараются, ребята. Да, это непросто, непросто быть, друзья, героем. Никита не покажет. Да, удалось сделать сейчас нашему участнику Матвею. Отличная сбалансированная работа от Никиты. И на этот раз он снова получает 100 очков. Матвей второй, Кирилл третий, а София четвертая. У нее 25 очков. Давайте сконцентрируемся на нашей турнирной таблице. 160 баллов отправляются Матвею. Кирилл на втором месте. Ему удалось набрать 155 очков. Нет! Бронза, то есть третье место. И 140 баллов у Никиты. Нет! София, твои 125 заработанных, честно заработанных баллов. Ну что ж, в таком случае, ребята, приготовьтесь. Я сейчас буду задавать вам вопросы об одном пришельце Бена. И, Матвей, поскольку у тебя максимальное количество баллов, у тебя есть уникальная возможность выбрать любимого пришельца. Матвей, выбирай пришельца прямо сейчас. Желе. Желе. Отлично, ребята. Скоро я задам вопросы с участием Желе. За каждый правильный ответ вы получаете по 20 очков. Договорились? Да. А если вы ответите неверно, вы будете заморожены. Мы начинаем. На какой части тела Желе находится амнитрикс, когда он принимает человеческую форму? Матвей. На руках. Матвей, правильный ответ. На груди. Ты заморожен. И не сможешь отвечать на следующий вопрос. Верно или неверно? Желе один из десяти пришельцев амнитрикса, доступных Бену с самого начала. Твой ответ, Кирилл? Неверно. Абсолютно правильно. Он появился в инопланетной силе. Ну что ж, мы встречаем вновь тебя, Матвей. Ты в игре разморожен, поэтому далее сможешь бороться. Вы знаете хороших ребят, но известны ли вам плохие герои? Итак, в своей жизни Желе встречал много отрицательных персонажей. Так, все, внимание на экран. Кто это? Это двойник Бена. Мне нужно было услышать имя. Твой ответ, к сожалению, неправильный. Альбедо. Так, зовут персонажа, ты заморожен. Итак, следующий вопрос. Какого цвета Желе? Никита. Зеленого. Абсолютно правильно. Лови в копилку очки. Матвей, ты снова в игре. Готов отвечать и побеждать. Следующий вопрос. Назовите одного из врагов Бена, который тоже превращался в Желе. Софья. Кевин. Софья, к сожалению, это неправильный ответ. Также в Желе превращался Вилкокс и Альбедо. Итак, суперфанаты, время истекает. У вас есть все шансы изменить ситуацию в корне. Три вопроса, 60 баллов. Каждый оценивается вопрос в 20 очков. Прямо сейчас предлагаю посмотреть видеофрагмент. После я задам вопрос. Итак, классический сюжет о пришельце Желе. Все внимание на экран. Я вижу, что вы там прячетесь. Выходите, иначе я... Видите, он коварный. Вот почему не любит политиков. Я Желе. Лучше лежите. Какого цвета оружие у злодея? Никита? А красно-серого? Давайте узнаем, правильный ли это ответ. Все внимание на экран. Абсолютно верно, Никита. 20 баллов твои. Ну что ж, с возвращением, Соня. Ты можешь принимать участие далее. Итак, ребят, сосредоточьтесь. Наш следующий вопрос. Как Кевин ломает оружие? Кирилл? Ну, ступает на него ногой. Давайте посмотрим, правильный ли это ответ. Мы засчитываем тебе правильный ответ. Лови 20 очков. И финальный вопрос. Все внимание. И следующий вопрос. На чем поскальзывается злодей? Матвей. На Желе самом. А давайте узнаем, правильный ли это ответ. Абсолютно верно. 20 баллов твои. И это был наш последний финальный вопрос. Ребят, это был ваш последний шанс для того, чтобы заработать жизненно важные очки, чтобы пройти в суперфинал. Амнетрикс вот в эти самые секунды подсчитывает конечный результат. И очень скоро мы с вами узнаем, кто сразится во вражеском нападении. Итак, этими людьми будут... Кирилл, я поздравляю тебя! Именно ты сразишься в последнем раунде вражеское нападение. Яс! Никита и Матвей, за 4 раунда вы оба на втором месте. У вас одинаковое количество баллов. Сейчас я вам задам вопрос. И тот, кто назовет самую близкую к правильному ответу цифру, присоединится к Кириллу во вражеском нападении. Готовы? Да! Внимание, вопрос. Какого роста гуманоид в сантиметрах? Три. Твой? Шесть. Шесть. Поздравляю, Никита! Ты присоединяешься к Кириллу, потому что твой ответ был ближе всего к правильному. Ты сказал шесть, а на самом деле тринадцать. Поздравляю! Есть! Кирилл и Никита, очень скоро вы будете бороться во вражеском нападении. Готовьтесь! Ну а теперь давайте посмотрим на турнирную таблицу. 195 баллов у Кирилла. На втором месте с абсолютно одинаковыми очками Никита и Матвей, но мы выяснили, что Никита теперь опередил Матвей, дав правильный ответ. Софии удалось на протяжении программы собрать 125 очков, и это тоже результат. София сегодня на четвертом месте. София, Матвей, вам понравилось? Да! Ребят, здорово, что сегодня вы у нас побывали. Жаль, конечно, что не удалось сразиться с Вилгексом, но зато вы получаете все это. Берегите себя. Пока-пока. Надеюсь, еще увидимся. Итак, ребят, из четверых вас осталось двое. Очень скоро вы сразитесь с Вилгексом. Ну как думаете, получится? Да! Да! Ребят, у нас есть сообщение от Бена. Все внимание. Слушаем. Отличная работа. Вы классные ребята. А теперь настоящее испытание. Вы можете победить моего заклятого врага Вилгекса? Удачи. Она вам пригодится. Ну что ж, готовы к ражескому нападению? Да! За мной! Сначала участникам нужно протеснуться сквозь злую смешку зомбоза и пройти через волосы Горгоны, где они могут найти бонусную карту борцов с умом, чтобы получить потрясающий дополнительный приз или продолжить путь, чтобы сэкономить время. Они пройдут под жутким дыханием кислотника, потом остановятся перед фортом Вечных Рыцарей, перекрывающим им дорогу. Им придется закончить щит Амни-3Х, чтобы активировать подъемный мост. Они должны аккуратно пройти болотами Таноса и воспользоваться рогаткой, чтобы перебраться. Претенденты должны добраться в виртуальную тюрьму Вилгекса и отключить процесс его регенерации. Это наша финальная задача. Победитель получит целых 500 очков и 100 дополнительных, если помешает Вилгексу полностью восстановиться. Так что есть за что бороться. Суперфанаты, вы готовы? Да! Тогда 3, 2, 1... Вражеское нападение! Соперники подвергаются настоящему испытанию. Посмотрите, как они сейчас приступили к делу. Проскочили через рот забоза и уже оказались в волосах горгоны. Ребят, помните, чтобы продолжить, вам нужно сложить головоломку Амни-3Х. Да, для головоломки Амни-3Х нужна концентрация, чтобы правильно сложить абсолютно все элементы. Обратите внимание на концентрацию игроков. Никита и Кирилл идут буквально нос в нос. Посмотрите, как сосредоточен Никита. И вот он пробивается через ворота Вечных Рыцарей. Катапульте! Отличные навыки! Осталось немного. Кто же из них займет первое место? И тогда пришелец скинет канат. Есть! У Кирилла это получилось! Он пытается поймать сейчас канат. И Никита, и Кирилл. Итак, первый оказался Никита, хотя канат упал изначально Кириллу. Итак, ребята, давай, Никита, сосредоточься. И... Да! Эта игра оказалась непростой для соперников. И он победил! Кирилл, сегодня тебе не удалось сразиться и победить. Велкок за мной, ты большой молодец. Ты старался. Дай пять за то, что ты нашел карту борцов с умом. Получаешь этот голографический будильник. Держи. И собственный набор Бена Тен. Давай, удачи и всех благ. Пока! Пока! Никита, я тебя поздравляю. Ты выиграл все эти призы. Никита, ты сегодня абсолютно всем зрителям доказал, что ты настоящий суперфанат. За всю игру тебе удалось собрать 780 очков. Это означает, что ты попадаешь на второе место в таблице победителей. Есть великий шанс, что мы вновь с тобой увидимся в суперфинале, чтобы посоревноваться за главные призы. Вот они. Ну и за честь быть признанным суперфанатом Бен Тен всех времен. Будем надеяться на это, Никита. Ну а с вами мы очень скоро увидимся с новыми участниками и суперфанатами Бена Теннисона. Это было шоу Бен Тен. Сверхсложная задача. До свидания. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok